Привет! Вы на канале Django School, меня зовут Михаил, и это 10 урок из курса по Django Ress Framework. И давайте в этом уроке мы с вами реализуем возможность фильтрации наших фильмов по жанрам и годам. Для этого нам с вами понадобится расширение Django Filter. Откроем консоль и установим данное расширение. Pip Install Django Filter. Перейдем в файл Settings, и в Install It Ops добавим наше расширение Django Filters. Также нам нужно добавить настройки для Django Ress Framework. В Settings указываем Ress Framework, это будет у нас словарь, который будет содержать следующий ключ Default Filter Backend, в который мы указываем Cartage, и указываем из нашего расширения Ress Framework Django Filter Backend. Таким образом, к Django Ress Framework мы подключили наше расширение для фильтрации, которое будет стоять у нас по умолчанию. В файле Views нам нужно с вами импортировать Django Filter. В Django Filters Ress Framework импортируем Django Filter Backend. В нашем классе MovieList View нам теперь нужно добавить данный фильтр. Указываем Filter Backends и Cartage передаем Django Filter Backend. Таким образом, мы к нашему классу подключили фильтры Django. Теперь давайте напишем сам класс, в котором мы пишем, как и что нам нужно фильтровать. Перейдем в наш файл Service. Здесь я импортировал из Django Filters Ress Framework и обозначил его как Filters. Теперь по данному имени мы можем обращаться. Далее я создал два класса для наших фильтров. Давайте разбираться. Класс MovieFilter мы наследуемся от Filters FilterSet. Данный класс нам позволяет указывать поля и выполнительную логику, помощью которой мы будем фильтровать. В классе Meta мы указываем модель, которую будем использовать и поля, по которым нам нужно фильтровать. В нашем случае это жанры и года. Также, дополнительно к этому, нам с вами нужно будет описать, что года это будет RangeFilter. То есть у нас будет диапазон дат от минимальной к максимальной. К примеру, с 2000 по 2020 год или с 2019 по 2020. RangeFilter принимает некий диапазон. Для жанров мы будем использовать класс ChartFilterInFilter. Данный класс наследуется от BaseInFilter и ChartFilter. Так как жанры это у нас ManyToMany. И нам нужно также искать в диапазоне именно имен. То есть боевики, приключения и так далее. Для этого, чтобы использовать In для фильтрации, нам нужно с вами использовать класс BaseInFilter. А так как мы ищем по имени, а не по ID нашей записи. В таблицах у нас записывается именно ID. Давайте вспомним. Так выглядит наша таблица жанров. Боевики, фантастика, мюзикл, приключения. Это наша нейм, по которому мы должны искать. Но так как это у нас ManyToMany. И с фильмами мы связаны через третью таблицу. Где у нас указывается MovieID и жанр ID. И нам нужно искать диапазон данных. Жанров, которые подключены к MovieID. Для этого нам нужно использовать ChartField и указывать конкретно, что мы будем искать по текстовому значению. По умолчанию фильтрация идет по ID. Итак, используя наш класс ChartFilterInFilter, указываем FieldName. И это поле, по которому мы должны искать. В нашем случае, это поле жанров. Через два нижних подчеркивания обращаемся в эту модель и указываем, что это поле будет Name. То есть мы будем искать по полю Name. По умолчанию, повторюсь, ищет по ID. В LockupExport мы указываем, как нам нужно данное поле фильтровать. Мы говорим, что это будет у нас In. То есть вхождение. Более подробно вы можете почитать о данном расширении в документации. Ссылка будет в описании. Мы с вами указали два поля, жанры и года. Будем фильтровать жанры по именам, вхождению имен. И даты в диапазоне дат. Далее мы указали данные поля в Fields. Теперь данный класс MovieFilter нам нужно с вами подключить к нашему классу MovieListView. Переходим в файл Views. С сервиса импортируем наш класс MovieFilter. И подключаем к нашему классу MovieListView. Указываем атрибут FilterSetClass и указываем класс, который мы хотим использовать. Давайте запустим сервер и проверим. Перейдем на страницу Movie. Здесь у нас выводятся все фильмы. В адресной строке пишем вопросительный знак. Далее указываем год. И нам нужно с вами искать минимальное и максимальное значение. Для этого пишем min. Указываем через равно год. К примеру 1990. Нажимаем Enter. И видим, что у нас минимальное значение 90 год. И у нас выводится с вами 4 фильма. У нас не выводится Terminator 1. Давайте здесь укажем теперь 1984 год. У нас выводится 5 фильмов и Terminator 1. Терминатор 1 вышел в 1984 году. До этой даты у нас не выводился он. Давайте теперь укажем второе значение. Ставим end. Пишем год. Макс равно, к примеру, 2019. У нас выводится 5 наших фильмов. Это у нас теперь диапазон дат. Минимальное 84 год. Максимальное 2019. Давайте минимальное значение изменим на 1990. У нас выводится теперь 4 фильма вместо 5. Терминатор 1 не выводится. Минимальное значение 2019 год. Здесь у нас выводится Холодное сердце 2 и Холодное сердце 3. В минимальном значении укажем 2013 год. Теперь у нас отображается 3 мультика Холодное сердце с 2013 по 2019 год. Давайте вернем 1990 год. У нас выводится также Terminator 2. И теперь укажем жанры. Жанры равно, к примеру, боевик. Выводится только Terminator судный день, так как у нас записи в этих годах и жанры только данный фильм. Укажем минимальное значение года 84, 2 фильма Terminator. В жанрах, через запятую, укажем еще один фильтр. Это будет у нас приключение. И снова видим все наши 5 фильмов. С 84 по 2019 год. Боевики и приключения. Это Холодное сердце и Terminator. Минимальное значение года изменим на 90, а максимальное на 2013. Нажимаем Enter и видим два фильма. Это Холодное сердце и Terminator 2. Таким образом, мы с вами реализовали удобную фильтрацию по нашим фильмам, годам и жанрам. Если урок был полезен, ставь палец вверх и подписывайся на канал. Будут вопросы, задавай в комментариях или в нашей группе Telegram. Ссылки в описании. До встречи.